ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В Камре проехали, очень просто. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так и так, всем привет, добро пожаловать на тест-драйв Audi A8. Вот обычная A8, да, то есть и сегодня я полностью расскажу про этот автомобиль, потому что у меня были, мне кажется, все S8 у меня были, A8 с разными моторами, но все они были достаточно дорогие. И сегодня я хочу вам рассказать про обычный автомобиль, то есть с обычным мотором. Человек, мой подписчик взял этот автомобиль в январе за миллион триста. Это автомобиль тринадцатого года с компрессорным двигателем, который, в принципе, хотел попробовать с Quattro в этой конфигурации, потому что я еще Q7 в такой конфигурации. Она лонговая, на пневме, и сегодня я попробую рассказать все ощущения от этого автомобиля. Про салон, про технику, что лучше взять, что бывает, потому что в прошлый раз, когда вот очень зашел вам обзор Audi A7, я очень часто вспоминал примерно A8. Вот A7 в прошлый раз стоила сколько там? Два и восемь, и сейчас подорожало. Я вам покажу, что такое A8 за миллион триста. Если вы откроете автору, вы действительно можете найти там такие автомобили. Посмотрите, ссылочку оставлю в описании. Вы будете удивлены, вот как внешне. Вот смотрите, вот просто вот. Вы посмотрите, какая красота. Миллион триста. Нет, конечно, вы скажете, ой, сейчас заедешь в сервис, там оставишь 600, туда-сюда. Но пока не заезжали, как говорится, друзья. И маловероятно, что заедет. Я вам объясню, почему. Так, давайте откроем капот. Ты же не заезжал в сервис? Только когда пью, масло поменяется. И мотор. И все. Под капотом это на самом деле тот двигатель, который я ищу для проекта. А с Q7... Господи, у кого есть Q7 в рестайлинге или в следующем кузове в дорестайлинге? 333 сила и три ряда сидений. Это сложно найти. Вот я ищу, это практически нереально. Я пока искал Q7, купил BMW. Вон у нас, твоя интересная смотри. Не-не-не, а диски-то как-то смотрится. Не-не-не, не то. Я просто покажу. Смотри, ключ BMW, понял? Ты можешь ездить по договору 10 дней, но если тебя остановят, так как она синтезная регистрация, то не мерафилит. Поехали отсюда. 90-е, у нас же BMW. Просто вот случайно мне BMW попалось. Это вот следующий мой проект. Ну, такой случайный проект. Ну, нет нормальных машин. Просто ужас. Один из подписчиков мне предлагает Q7 272 силы, но я ищу именно 333 силы, потому что при стейджах на, образно, на шкивах он выдает больше, и мне хочется около 500 сил снять. Ну, в общем, ладно, отдельная тема. Значит, смотрите. Под капотом у нас V-образная шестерка, компрессор сверху, это не турбо. Здесь у нас 290 лошадей, 6 цилиндров, компрессор. Этот мотор легко поддается форсировке, как я уже говорил. 8-ступенчатый автомат, кстати, ну, как я и говорил, что вот, например, если мы возьмем A7 и A6, то есть там 3-литровый компрессор встречается на роботизированной трансмиссии. Да, достаточно хороший робот, там у нас сцепление в мокрой ванне, но это не так надежно, как автомат. Компрессор V6 встречается у нас на двух автомобилях. Это Q7, который я ищу, кстати. Если у вас есть Q7, компрессор, 3 ряда сидений, напишите мне. Я думаю, я вам предложу хорошую цену. Здесь машина будет хорошая. И на вот A8. Это достаточно хороший средний вариант. По деньгам такие машины недорогие. Если мы возьмем вообще вот этот кузов, то в топе по деньгам, по кузову в рестайлинге у нас стоят два мотора. То есть это 4-литровый TFCI. То есть мотор, который там на Stage 2 заставит вас доминировать на дороге, ехать, унижать всех. Ну, просто там Stage 2 машина едет там секунды 3-2 примерно, и квотер она едет там низкие 11, даже 11,7-11,8, если там чуть доработать, там метанол поставить и все остальное. И второй мотор, который у нас доминирует по ценам, если посмотреть, то это A8 на 3-литровом дизеле. Это уже удел практичных людей, да, это надежный дизель, это экономичный дизель, там 8-9 литров по городу, запас хода 1000 километров, до налоговой, надежный, еще с маленьким пробегом. Вот типа вот эти тачки всегда самые дорогие. V6 FI всегда, он такой был средний, самый дешевый у нас A8 с моторами атмосферными, это 4,2, соответственно, атмосферная восьмерка. И там еще вот наравне с V6 FI есть еще у нас такие достаточно 4,2 дизель, но как бы дизель 350 сил, там налог, там и расход выше, чем на V6, там он не особо едет, то есть компрессор его проедет на чипе. Поэтому я думаю, что вот V6 FI это такой определенный среднячок, все почему-то говорят про задиры или еще что-то, но на самом деле, если вы возьмете машину из региона, если ее не перегревались, не стоял проб, можно опять же посмотреть эндоскопом двигатель, никаких проблем не было. То есть никаких, надежный автомат, надежный мотор достаточно, квадро, естественно, полноприводная трансмиссия, что вам нужно еще? Вот я вам честно могу сказать, я сейчас купил BMW, я понял, насколько Audi это круто. Вот честно, хотя бы по стоимости обслуживания, хотя бы по стоимости запчастей, хотя бы по наличию рычагов сложных там соленблоками, ну просто кайф, просто кайф. Значит, по внешности обратите внимание, вот это вот, конечно же, издержки владения предыдущим хозяевам, это у нас небо, у нас губа, потом у нас вот это вот, такой порог, тоже, ну, достаточно вроде красит, ну, классические ротора колеса, да, у нас, что у нас, размерность 21-й, 285 на 35, R-21, то есть диаметр 21-й. Что-то я не понимаю, что это за колеса? Это Китай? Так, это у нас Китай. Так, это Китай, ну, значит, сегодня будет шумнее, чем обычно, и, может быть, будет шумнее, чем ездит А8, например, на том же Мишлене. Будет чуть жестче, будет чуть жестче, но, в общем-то, сразу говорю, хороший Мишлен, пилот-спорт, 4С, сюда, 20-е колеса, 21-е, как дети в школу зайдут. Так, я думаю, что у нас все-таки сделан тут, машина, может быть, была, тут же был хром-пакет, мне кажется, да? Да-да-да, это у нас пленка, соответственно, вот эту он в пленку затянул, она была хромирована, ну, типа он ее омолодил, знаете, типа, вот, соответственно, покрасил решетки, и, в общем-то, достаточно интересно. Так, я думаю, что он вот это еще нацепил, да? Сполерок, АБТ, да. Ну, в целом, согласитесь, ровные номера, да, 3 семерки там, номерок в блатной, 3 семерочки. Номерок в блатной, 3 семерочки. А, ну и заднее тоже он поставил, АБТ-накладку, вот она. Ну, в общем, в любом случае, была такая хромированная белая тачка, ну, белая с хромированными такими деталями, сделали достаточно легкими такими чертами современную, интересную, интересный автомобиль. Кстати, вот такой же ключ сейчас, вот, купите новый Хуракан Ламборгини, у вас будет такой же ключ. Давайте попробуем просто звук, послушаем, звучит ли он вообще как-нибудь. Ну, я думаю, что не будет особого звука, потому что обычно компрессор, если выхлоп сток, а у нас машина стоковая, звучит впереди. А у тебя каты точно на месте? Нет, даже не знаю. Их нет. Ну, то есть тебе прошите, и у тебя поит хорошо? Уже шито. А, уже шито? Нет, может, я не знаю. Ну, ща проверим. Ну, такой, смейте, оборот прям, он так, V6 обычный, он раскручивается медленно, а тут прям... И там чуть-чуть подувает компрессор. Ну, прям класс. Пробег какой тут реальный? 171 это реальный? В автотеке нету, то что скручено. Сколько типа 300? Вроде не скручено. Когда попал... Опять 300. Она преследует тебя. У нас, если, говорит, пробег 300, значит, после тракториста. Типа, знаешь, типа, вот эту тему. Итак, друзья, значит, смотрите, ну, что я могу сказать? Ну, все прекрасно, да? То есть все прекрасно, как я говорил, если вот у вас есть, например, дай-ка я заглушу... А, нет, хотя... Если у вас есть там, например, у друга А7 или А6... Да, классная тачка, я не спорю, но вот тут садишься, и ты прям сразу чувствуешь, что там, ну, прям в супер лакшере. Да, то есть там классно, стильно. Ну, я в прошлый раз говорю, А8. Ладно, что два раза дешевле, но тут сидишь прям экранчик. Тут, кстати, можно, как и вы уже помните, Apple CarPlay подключить, да? То есть поднять, опустить. Несколько режимов Drive Select, да? То есть мы можем посмотреть настройки, регулировать пневму, руль, действительно, поворотный свет, натяжитель ремня безопасности. Я впервые вообще такое вижу, чтобы можно было... Натяжитель ремня безопасности... Переводить... Давайте перейдем в авто лучше. А то мало ли чего. Двигатель, коробка у нас динамики, да? Двигатель, коробка динамики, пневмокомфорт. Ну, да, все как надо. Ну, типа, все. Это идеальная настройка. Так и поедем. Значит, смотрите. Светлый салон, светлый потолок, как вы видите. Все очень классно. Очень... ...интянный руль. Ну, то есть вот машины за... Там сейчас 4 миллиона, например, та же самая с 8-я будет иметь такой же салон. То есть у нас будут карбоновые вот эти вставочки, туда-сюда. Ну, вы видели в обзоре. Алькантара сбоку, как всегда. Коричневая. Такие вот... Такой пластик. Но есть комплектации, где тут кожа, как я и говорил. Здесь у нас кожа обшита. Это не кам... Это вам не камри. Это не намек на кожу. Это действительно кожа. Нет у нас Бенка здесь. Обычные динамики вставлены. Если вы знаете, там у Бенка они выдвигаются. В принципе, супер кайф, да? То есть проблем нет. Очень удобный рычаг. То есть у нас рычаг к переключению, он и неважно, и в рестайлинге, и в дористибл. То есть это очень хорошо, да? То есть салон вообще не менялся. То есть никаких-то кардинальных отличий нет от там вот последнего реста и сейчас. Все современно, все классно, все под рукой, прекрасные. Мария Крайбер и елка. Это кто слушает? Мария Крайбер и кто слушает? Елка. Ну кто-то, да? Елка, спасибо. Мохита, руки прочь, туда-сюда. Не пара. Так, смотрите. Ну сразу можно посмотреть, расход 12,7. Это при спокойной езде абсолютно нормальный расход для этого автомобиля. Скорость у нас на экране. В общем, тут все настроено. Тут у нас, значит, мы можем убрать монитор, соответственно, шторка, регулировка шторки. Вот так, отлично. Боковая у нас. Блин, смотрите, как все тихо, все работает, а? Сдуреть. Ну это же просто кайф. Так, все, выходим, садимся назад. Смотрите, друзья, да, у нас лонг, соответственно, места больше. Вот я сижу сам за собой, то даже не подстроил, вот я там развалился. Места очень много. У нас подлокотник. Подлокотник, как Honda Civic примерно, вот. Такая уже у него сложность конструкции. Так, здесь у нас для мелочей. Двойной климат-контроль сзади, естественно. Подогрев тройной. И опять же, все так же, как и впереди. То есть, такие же цифры, такие же кнопки. Ну, тут не совсем идеально, да, то есть. Ну, ну давай. Ну, ну что вы хотели? Чуть-чуть. Вот, ну почти. Ну почти. Здесь у нас все очень удобно открывается. Вот. Смотрите, а, кайф. Ну, это вообще идеал. Кайф просто. Просто кайф. Тут управление шторками есть отдельное, стеклоподъемниками, естественно. Что еще надо вообще для кайфа? На дальнюю поездку вот куда-нибудь с друзьями, там, да, там, в Астрахань, да, сели. Плохой дороги нет вообще. Разбитые ямы, не ямы, просто летит. Просто летит. Кайф. Смотрите, тут дефлекторы, тут дефлекторы, тут теплый, тут теплый, тут и холодный, может быть, и тут холодный. Не как в некоторых машинах. Здесь холодный, тут теплый. Так, ну что, друзья, багажник и поехали. Так, значит, багажник, как мы видим, с электроприводом. Ну и, соответственно, можно сделать ключа. Багажник тут среднего размера, не самый большой в классе. Он, в принципе, для того, что нужно, вам хватит, да, то есть, я думаю, что даже коляску сюда можно запихать. Люк. А, тут нет же люка для перевозки длинномеров, да? Да, тут нет люка для перевозки длинномеров, потому что у нас там, типа, максимально комфортное сидение сзади. Ну, в общем-то, здесь у нас почти фирменный коврик А8. Это, конечно, не оригинал. Вот. Докатка, домкрат, ключи, в общем, все как обычно. Итак, друзья, обратите внимание, у нас, типа, первая, так скажем, по комплектации фары. Вот у нас обычная ресничка вот идет. Соответственно, вот она линза и поворотники, мигают. Ну, дальник это будет вот так вот. Значит, естественно, есть там вторая по дороге оптика, она диодная. Ну, вы такую оптику видели на на S8. Друзья, согласитесь, круто, да? Смотрите, как она смотрится просто. Там, ну, ну, классная тачка. Прям вот так едешь, прям вообще кайфуешь просто. Это вам не Камри. Такая красотка. Итак, ну что, друзья, поедем, значит, в D, в обычном режиме. Видно, да, что у нас пробег 171, я думаю, даже больше. Я думаю, здесь в районе 250. Ну, примерно, это мое мнение. Потому что у нас, вот, как помните, я говорил, в A7, тачку чувствуешь, типа, когда 100. Тут уже у нас немножечко тугой руль. Тут еще есть небольшие подвоевания, то есть, но пневмо работает классно, знаете, то есть, у машины сохраняется комфорт. И чувствуется, у A8, естественно, у Longo, у них колесная база длиннее, они комфортнее едут. колесная база, расстояние от переднего до заднего колеса. И просто хочется, просто поразительная шумоизоляция. Машина вам обеспечивает в разы больше комфорт, чем та же самая A7. Несмотря на то, что она, возможно, ей плавнее, но здесь шумоизоляция, ощущения, опять же, колесная база, да, то есть, тут, конечно, у нас немножечко резина портит, китайская все, но, если у кого-то работает воображение, можно понять, как она будет хорошо, на хорошей резине. Я как просто домой пришел, в эту тачку сел, и мне вот, вот честно, от тачки вот больше ничего не надо. Седан, хороший ваговский турбомотор, компрессорный мотор в данном случае, автоматическая коробка передач, классный климат-контроль, 22 мы сейчас сделаем, потому что чуть охладится. То есть, если вы будете в этой тачке, ехать с ребенком, там, и вы выставите, там, 22, никто не будет жаловаться, что слишком холодно, или тепло, там, или ребенок вспотел, сзади можете выставить 20, да, или, там, 23, и это все будет поддерживаться, не в любую жару, там, в любой мороз, это будет действительно работать. И вот это тоже имеет значение, там, по комфорту, то, как ты себя чувствуешь в машине, ощущаешь, потому что ты знаешь, что самый лучший климат-контроль, самая лучшая полноприводная трансмиссия, самый лучший материал на тот момент. И, как бы, самый лучший класс автомобиля седана, потому что дороже не было, и вот ты тут начинаешь, а, 8, кайф. Ну, если вы думаете про налог, про расход, то, такой же кузов, такая же комплектация, только сюда, V6 дизель, сяточка по городу, 7-8 по трассе, даже кто-то говорит 6, и его не будет слышно здесь, то есть, вы будете ехать, не будет слышно, вообще ничего. Вы забудете про заправки, вообще, иногда вы будете хотеть заехать на заправки, там, попить кофе, просто пообщаться с людьми, потому что вы соскучитесь по ним. И, когда ты, вот, начинаешь ездить на такой тачке, не исчезают S-классы, 7-ки BMW, еще что-то, мотоциклисты, которые хотят погоняться. Ну, мотоциклисты могут погоняться в таком же кузове с S-8, который просто напихивать будет, ну, всем до литра, так скажем, объем. Ну, и то, с уместом будет сложно, если я слаунчил шабанер 4.0, TSI, сшитое, сложно будет на фотор, так далее, не знаю, ну, не, можно будет, но на 300, но со светофоров и будете, как бы, удивлять. Я говорю про литр. Так, ну, что у нас? Обратите внимание, мы им с комфортной скоростью, обороты, тахометры у нас всегда снизу, то есть, да, они не поднимаются выше двух, соответственно, мотор не напрягается, трансмиссия не напрягается, ничего не напрягается, как в A7, да, я такое же говорю. Вы просто наслаждайтесь процессом. Если, и сейчас чуть-чуть слышно шум шин, да, то есть, если шины были подороже, то бы прекрасно. Контроль мертвых зон, а нет, здесь нет. Ну, здесь нет, но в комплектациях. Я убрал монитор, записываю, чтобы не отвлекал. Ну, просто кайф, друзья, просто кайф. И ты потом понимаешь, что вот, в принципе, за это не сложно платить деньги. Ну, можно платить, да, не жалко. Когда у тебя разваливается, там, какая-нибудь, там, не знаю, какая-нибудь, митубиси какую-нибудь, там, не знаю, какой-нибудь, это жалко. Вот, чувак вот заехал, вот, а что он заехал на бордюр? Ну, скорее всего, просто хочет Audi. Ну, кайф. Даже гонять не хочется. Вот, просто не хочется. Ну, вот, я не знаю, зачем вот на, ну, S8 понятно для гонок, но вот вообще, какая разница, какой мотор. Тут мы приходим к тому, что можно и на дизеле ездить. Сейчас пока сотку не начнем мерить, пока можем так думать, потому что любой мотор здесь обеспечивает. О, вот это вот. Как она классно едет. Убаюкивает буквально тебя. Давайте минусы, а то что-то. Ну, минусы я бы сюда топовую оптику поставил, LED. Сотка. Давайте вам 120. Да какая разница, 120, она все равно будет, типа там, меньше двух, там, 1,8, там, 1,6 тысяч оборотов. Супер по трассе. Ну, ну, как реально, типа, этот, какая-то, не знаю, воздушная подушка какая-то. Блин, тут на самом деле надо сравнивать. А7 на пневме или А8, тут, тут просто машина тяжелее, она как-то более основательно едет. Интересно. Так, ладно, давайте спорт режим, попробуем. Попробуем. Плавные приключения, ZF. Сейчас Camry проехали, ее ветром так, как от фурбулает, просто. Ну, динамики хватает, друзья, серьезно. Мы едем в комфорте. Что еще нужно для полного счастья? Я не знаю. Блин, какая машина. Блин, вон Subaru едет. Отшпилить можно вообще на 2 секунды, если он пойдет на второй круг. На 2 секунды просто. Даже на этом моторе. А, вот он как раз едет. Сейчас мы его. Прямо как по заказу. Блин. Ну, повезло просто ему. Просто повезло. Я уже думал, вот все. Контент. Так, давайте, друзья, померим нашу красотку. Для того, чтобы померить нашу красотку. Так, мы сначала включим драги. Смотрите, я сейчас думаю, будет 7,2. Я думаю. Так, пока у нас драги, 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 драги. Так, отключаем стабилизацию. Давайте, динамик. Еще раз попробуем. Слушайте, друзья, я не знаю, что это, короче, но не понимаю, что происходит, но второй тачке подряд на А7 и на А8 не включается стабилизация. С чем это связано, непонятно. пробуем. Включился спорт режим. Будет быстро, друзья. 7,1, блин. Ну, переключение, вот, с перегазовкой, прям, машина, прям, ах, какой кайф. Какой кайф. тут бескатный, мне кажется, выход стоит. Вот за этот обвес, предыдущий владелец, у дилера ставил, вот, АБТ, губа, спойлер, порог, с колесами, 900 тысяч, у дилера он поставил, это вам обошлось. А, вот, сейчас нынешний владелец, тачку купил за миллион 300. Ну, на самом деле, это на справедливое, потому что, если бы они вообще не ломались, и никакого бы, никаких проблем, они стоили бы всегда под три, начиная вообще с самого начала выпуска. Но, что я могу сказать? Топ, топовое Ауди, что тут? Q7, если скажете по пневмику, Q7 будет не такая мягкая, и не такая комфорта, она будет чуть шумнее, чуть жестче, чуть более валкая. Единственный вот недостаток, у нее нет багажника большого, знаете, чтобы вот, типа, вот там, коляску возить, такой, была бы такая, А8 универсал, да, вот это, мне кажется, было бы круто смотрелось, идеальная машина была бы. Потому что А6, All World все равно, чуть там, бюджетненько, ну, тут тоже, конечно, дорого не стоит, там, пневма, ну, А8 прям, вообще, это кайф. Особенно с такой колесной базы, с таким салоном, а прикиньте, что в два можно взять, да, там сейчас на Автору стоят тачки, там, за два, в таком же кузове, 245 сил, дизель, там, жирные комплектации, с этой, с сидушкой, этот, раскладывающейся, как кушетка, со столиками, с мониторами, и супернадежным мотором, там, 3 литра дизель, с коробкой охеренной, с полным приводом, тут ничего, тут, вы знаете, вот самое интересное, что эта машина никогда не станет, да, поджирать будет масло, на самых, там, убитых машинах, вы будете толчки чувствовать, там, при, чуть, руль станет, чуть тяжелее, но это можно сделать, вот, когда, типа, вот, ну, поэтапно, по чуть-чуть, ну, а так она будет всегда ездить, вас радовать, никаких проблем не будет, поэтому я вам в очередной раз рекомендую Audi A8, рассмотрите, пожалуйста, потому что там есть моторы, но любой вкус, но любой кошелек, но любой тип характера, и спортивные есть, и экономные моторы, так что это абсолютный кайф, друзья, естественно, меньше пробег, лучше тачка, но они дороже, так что, все на автору, смотрите, идеальные автомобили, значит, а я, наверное, скоро вам покажу свою новую BMW, до встречи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok